Всем привет! У микрофоновеля, дамы и господа! Ну что, дождались, я вас могу прямо поздравить, понимаете? Потому что то, что произошло вчера, это, собственно, реально какое-то, я не знаю, ну супер, я не знаю, супер, блин, события, огромнейшие события в нашей с вами любимой игре! Итак, вот эту вот бабочку я храню у себя на аккаунте уже сколько, я не знаю, я не помню, 0.11.0, по-моему, тогда было обновление, когда нам добавили компетит в пак, и, собственно, я на него тыкаю, и вижу то, что, о май гарб, он найти на рынке, серьезно? Открываем, и тут, да, дамы и господа, компетитив коллекция, собственно, добавлена на рынок, вот сюда вот тыкаем, ба-бам, и видим все скины с компетитив коллекции! Боже мой, сколько обновлений, сколько, дамы и господа, обновлений прошло, и, наконец-таки, компетитив коллекцию добавили на рынок! И вот вопрос у многих, значит, ребятушек, вопрос такой, что, Велясик, а вот что мне делать, блин? Я, блин, покупал, покупал, как бы это все дело, большие бабки, ба-бам, а тогда компетитив коллекции, блин, сколько вот суммарно она стоила, чтобы, знаешь, купить все-все-все-все, и вплоть до ножа! Я вот, честно говоря, не вспомню, напиши, пожалуйста, в комментариях, и, собственно, мы заходим, и нож, бабочка, баттерфляй, и, собственно, фаершторм стоит полторы тысячи голды, что же делать, как же окупиться? Ну, не хочу я сливать нож, бабочку, фаершторм за полторы тысячи голды, потому что, ну, это, считай, за копейки, понимаешь? Тем более, если ты продашь за полторы, точнее, за две пятьсот, извиняюсь, сколько он будет стоить? Две тысячи голды ты с этого поимеешь? Просто ничегошеньки! Ну, и в этом ролике я вам расскажу, ребятушки, как окупиться с компетити в коллекции, что нужно делать, чтобы прям вообще, прям, знаешь, вот прям, ну, чтобы прям дофига было голды на балансе, и чтобы все было чики-бам-болыло! Итак, давайте, лайк, лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, плюс комментарии, обязательно комментарии в этом ролике, потому что это какой-то, знаешь, типа разговорный формат. Многие меня спрашивают, Веля, как с тобой связаться? Как задать тебе вопрос и получить на него ответ? Привет! Ребятушки, я завел себе аскме, где каждый из вас сможет задать мне вопрос и получить на него ответ. Ссылочка в описании. Я, как всегда, конечно же, буду покупать кейсики всегда, а вы будете подписываться на телеграм-канал, потому что вы все хотите прокачку, я это прекрасно знаю, поэтому залетай, собственно, в телеграм-посылочке в описании. Хорошо, покупай, значит, кейсики для наших с тобой разговорных тем всяких. Итак, давайте я вам напомню, что такое компетити в коллекции. Ну, на самом деле, многие, наверное, знают, но многие вообще не понимают, насколько это супер-уникальная коллекция, чёрт возьми. Похоже, это единственная коллекция, которую можно было купить прямо за деньги, то есть в акциях. Я помню, что у нас был что? Ассистент коллекция, конечно же, где она? Вот. Вот она, ассистент коллекция, собственно, вот. И вторая у нас это компетити в коллекции, и я уже об этом записывал видосик, и очень много у меня сомнений по поводу того, что новую какую-то такую-то, такую коллекцию будут вводить в игру, потому что что? Потому что, правильно, всякие различные модели монетизации в Стэнду 2 и так очень много. Например, я не знаю, но те же самые кейсики, БПшечки, спины, и сам рынок, это огромная такая, знаешь, просто модель монетизации Стэнду 2. А раньше, я напомню, когда были вот эти вот все ассистент коллекции, когда были вот эти все, по-моему, компетити в коллекции, тогда мы не видели батлпасиков, тогда мы не видели тем более спин-офф, и тогда, ну, типа, единственное, что это вот новый... Добавили новый кейс, обосраться как классно, понимаешь, да? Вот, и, собственно, всё, у Стэнду 2 есть очень много моделей монетизации, там, то есть и бойцы, и все дела, поэтому я не думаю, что будут вводить какую-то новую, новую коллекцию, тем более, вообще, вот эти вот все компетитив, ассистент, они что, типа, вот ассистент вообще-то самая, знаешь, такая древняя коллекция, собственно, мы её шибко трогать не будем. Мы будем остановиться именно на компетитив, потому что тогда добавили, когда был новый сезон, по-моему, я вот уже, блин, не помню, не скажу, настолько это было так давно. По-моему, первый сезон добавили, что-то, типа, такое, или ещё до сезона. Короче, такая, знаешь, типа, тоже а-ля сезонняя тема, где вот вышел какой-нибудь там большой апдейт, большое обновление, всё добавили, значит, нам компетитив, всё, мы это всё дело покупали, я уже там, типа, ролик на канале уже есть, уже он давнейший, там, наверное, пыль вообще, пылище, реально запылился ролик, можете, кстати, посмотреть. Вот, и реально, то есть, в будущем я не вижу какого-то вот нового, там, типа, там, не знаю, новой коллекции, потому что зачем? Зачем? Нет, ну, было бы, конечно, классно, если бы, кстати, вы думаете, добавят или нет, лично моё мнение, что нет, потому что что? Потому что зачем разработчикам пилить новую коллекцию, когда, в принципе, можно за, там, типа, пихнуть, там, батл пасик, это будет интереснее, когда можно запилить какой-нибудь спинчик новый, это будет интереснее, чем просто покупать, знаешь, вот эти вот один... То есть, прикинь, ты покупаешь один скинчик за рубли, второй скинчик дороже за рубли, третий скинчик дороже за рубли, когда ты можешь, в принципе, купить себе голд пасик, если хочешь, можешь вы прокачиваете, если хочешь, можешь купить вообще фулл БП, там, типа, и получить новые ножи, наклеечки, оружие и так далее, и всё это, в принципе, дёшево, нежели чем вот эта вот коллекция. Так вот, всё, как бы, мы все покупали вот эти вот коллекции, всё классно, балдёво, играли, кайфово, все дела, и вот мы сколько лет ждали, когда компетитив добавят на рынок, ну, блин, я не знаю, а лды, вы тоже, как бы, разделяете вот это вот ощущение, что случилось что-то невероятное, неимоверное, просто какое-то, я не знаю, волшебное, понимаешь, что-то волшебное случилось, что наконец-таки, нажав на этот, как бы, ножик, либо там, калашик, либо тек-найн, вот, наконец-таки, можно его это всё дело продать. Вот, теперь, стоит вопрос, Велязик, вот что делать, как бы, ну, понятно, что все, все игроки очень сильно ждали выхода компетитив коллекции, и как тот, вот моя самая любимая, самая любимая ошибка всех игроков в стендов 2, коллекция вышла, самое время сливать свои ножи за лоу прайс, прям капец, понимаешь, вот, и у нас сколько ножичек-то стоит, ядрить-то колотить, давай, вот, компетитив, то есть смотри, у нас, допустим, Кама Шторм стоит 50 голды, вообще копейки боже, Сплинтер Шторм, 95 голды, Пиксель Шторм, ну ладно, 550, это ещё, ну, как-то, не знаю, более-менее, 620, 2500 голды, это так, пацаны, мало, при том, что 400 предложений, то есть, понимаешь, то есть, не больше, 400 предложений, то есть, по сути, по сути, ну, я ожидал, на самом деле, намного больше этих ножей, я ожидал, что ножи будут ещё меньше, но всё равно 2500, это, ну, довольно-таки такая, знаешь, цена, типа, соу-соу, вот, и как подняться на этой коллекции для тех, у кого, ну, типа, для тех, кто купил уже этот компетитив коллекшн, и для тех, кто ещё не покупал, кто специально ждал этот ножик, чтобы поиграть, так ещё ты сможешь с этого окупиться, во-первых, давай так, давай так, все в панике, все в полнейшей панике идут там сливать, скорее бы, как бы, скорее бы, слить этот нож, скорее бы его слить, скорее бы, давай там, типа, ну, цена, возможно, будет ещё понижаться, знаешь, с двух 500, там, до двух, возможно, потому что всем нужно побыстрее слить этот нож, потому что, на самом деле, вот, вышел, получается, компетитив коллекция на рынке, вот, и сейчас потихонечку будут люди узнавать, что у них, оказывается, в инвентарях-то есть, блин, эти ножи, а, наверное, они ему нужны, они лучше возьмут себе какую-нибудь, я не знаю, бабочку Black Widow, какую-нибудь, типа, Dragon Glass, эти, одна из самых любимых бабочек, сколько вообще Dragon Glass стоит, вот, и будут скорее, вот, 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 скорее, скорее бы это всё дело сливать, скорее бы это всё дело, да, они продадут, собственно, за 2000, если мы убираем комиссию ножек и, там, не знаю, накинут сотку и купят себе Dragon Glass, собственно, как же на этой всей теме можно очень хорошо, я тебе реально говорю, очень хорошо поднять голды, и опять же говорю, давай, дисклеймер, если мы говорим про рынок Стэнбл 2, это не всегда, там, допустим, завтра ты подымешь, офигеть, какую, там, сумму, и не послезавтра, и не через месяц, понимаешь, придётся ждать довольно-таки большое количество времени, это мы берём чисто в расчёт, вот, смотри, те же самые Furious коллекции, да, то есть, тот, кто купил кейс за 100 голды, да, сейчас он стоит 300, там, 50 голды, через какое-то время он будет стоить 400, потом 500, потом 1000, потом 2000, и потом мы увидим чисто вот такую вот картину, как мы это видели с Origin коллекции, когда 1 кейс стоит 5000 голды, то есть, со временем, со временем, со временем, цена будет только повышаться, и на нож цена будет только повышаться, что нужно делать, давай прям конкретик эту уже лайк поставил, уже всё подписался на канал с колокольчиком, уже написал своё экспертное, конечно же, мнение, что делать и как окупиться, возможно, у тебя есть своё мнение, обязательно пиши, потому что я говорю это со своей колокольни, так вот, если у тебя нету компенсии в коллекции, что нужно делать? Прямо сейчас, если у тебя есть голда, прямо сейчас беги, покупай за 2500, потому что, возможно, эта цена самая минимальная, возможно, она сразу же будет повышаться, то есть, конечно, можно, ну, можно рискнуть, но это, конечно же, риск, мы же не хотим же рисковать, да, что Firestorm упадёт немножечко в цене, но мне кажется, что вот от 2500 оно будет отпрыгивать. Так вот, и у тебя этого ножа нет, ты что берёшь? Правильно, берёшь и покупаешь этот нож. Да, ну вот, допустим, я не знаю, ну, там, 2469 голды, купил, всё, дальше ты его халдишь, и ты, наверное, спросишься, типа, Вилясик, ну, какая-то такая, типа, знаешь, мутная схемка, я сейчас потрачу две с половой, это довольно-таки, ну, хороший ценник, и, типа, и когда я куплюсь? То есть, возьмём, в пример, Ассистент Коллекция, и мы видим, сколько стоит М9 Байонет Блю Блад, он стоит 5600 голды, и мы идём дальше, вот здесь уже потихонечку он стоит 6000 голды, дальше мы идём уже, знаешь, типа, 6500, дальше мы идём, у нас будет 7000, да, то есть здесь 74 предложения, и потихонечку эти ножи покупаются-то, на самом деле, и потихонечку цена растёт, наша задача купить, получается, баттерфляй из компетенции в коллекции и халдить его, да, можно халдить его год, да, можно полтора, может быть, вам придётся халдить его даже 2 года, но, прикинь, ты купил за 2500 нож, а продал его за 10 тысяч, чувствуешь, что, типа, ну, это довольно-таки, такой, знаешь, инвестиция в долгосрок, потому что, ну, нож-бабочка может довольно-таки сильно вырасти в цене, если у тебя уже есть этот нож, понимаешь, то есть всё, ты купил, как бы, там, ну, за деньги, а это уже довольно, знаешь, типа, ну, довольно-таки хорошая там была сумма, я помню, вот, и ты просто берёшь и халдишь, у меня этот нож в инвентаре, я его не буду трогать вообще никак, то есть вот он лежал сколько лет, и будет лежать там, не знаю, сколько лет, чтобы потом этот нож продать, ну, там, за десярик, да, вот, грубо говоря, так, по красоте, за десярик, когда на рынке будет не 400 предложений, а 40, например, да, потому что, ну, смотри, ножи покупаются, аккаунты некоторые теряются, некоторые аккаунты банятся, и из этого мы понимаем то, что новых ножей на рынок не будет поступать, ну, а старые ножи, они будут где-то теряться, где-то забываются, где-то там, типа, чел купил, поиграл и забросил стендов-2, то есть, да, где-то вот, то есть, они будут только уменьшаться, а из-за того, что чем меньше предложение, тем больше цена, всё верно, это элементарный, элементарный закон экономики, вот, поэтому сейчас, пожалуйста, без паники, я очень прошу, потому что я прекрасно понимаю, что, как бы, некоторые вообще ошарашены ценой, потому что, ну, опять же говорю, эта коллекция была, ну, куплена за рубли, не просто за голду, одно дело за голду, другое дело за рубли, да, вот, и мы просто берём и это всё дело халдим, если у вас нету этого ножа, самое время, пока это стоит, действительно, пока что довольно-таки, ну, нормальный, это нормальный ценник для того, чтобы это дело приобретать, то есть, не продавать, я бы не продавал и никому не советую сейчас продавать за 2 500, вы, в принципе, можете поступить ещё умнее, вы можете взять и выставить его там, допустим, ну, не знаю, давай там за 5 тысяч голды, за 5 500 мы его выставим, да, собственно, так, ба-бам, и, в принципе, за 4 400 можно его, в принципе, как бы отдать спокойненько, да, и пусть он у вас на рынке просто лежит, понимаешь, просто лежит и просто валяется и всё, время от времени вы можете там, типа, там прочекивать цену и, допустим, какой-нибудь, там, не знаю, там, в следующем году вы такие просыпаетесь, открываете цену в 2, у вас хуп и на 4 400 баланс больше, понимаешь, стоит ли покупать какие-то другие скины, нежели чем нож, здесь я, к сожалению, ну, подсказать не могу, потому что, в принципе, АКР можно, с АКР можно поработать, АКР тоже будет довольно-таки, знаешь, нормально, ну, как сказать, нормально будет повышение, я точно не знаю, потому что на ножи точно будет, потому что, ну, ножи, извините меня, ножи в нашем комьюнити, это, я не знаю, что-то на высшем уровне, АКР М4, но ни в коем случае не 5-7, не Тек-9, потому что они, в принципе, если и будут расти в цене, то не шибко много, да, вот, грубо говоря, нож, это просто идеальная возможность реально взять и поднять голдишечки, ещё раз подытожим, давай, братик, без эмоций, ты у нас на рынке, рынок это вещь жестокая, и рынок любит терпеливых людей, ты, допустим, у тебя нету этого ножа, ты его купил, халдишь, сколько тебе понадобится, столько ты его и халдишь, это инвестиция на долгосрок, как и все кейсы, это инвестиции на долгосрок, всегда, вот, опять же говорю, вот давай так, вот, я понимаю, ты сейчас такой, типа, два года держать, ну, я хочу, я хочу сейчас 100 миллиардов голды, типа, нет, давай просто на обычном примере, оригин коллекция, 5000 голды, люди его покупали за 100 голды, да, и, собственно, сколько уже, два года или там два с лишним, я уж просто не знаю, на самом деле, время находит супер быстро, и вот люди, которые покупали этот кейс за 100 голды, сколько он сейчас стоит? Правильно, 5000 голды, то есть, довольно-таки, в 50 раз люди окупились, в 50 раз, если, да, в 50 раз люди окупились, вот, и это, и так можно это сделать и с ножом-бабочкой, то есть, если у тебя есть, да, там, допустим, нож-бабочка, ты также халдишь, да, то есть, если нет, ты купил и халдишь, если есть, то ты просто халдишь, а потом ты это все дело продаешь, можешь прям сейчас ордер поставить на, там, на 5000 голды, либо там, 5500, либо там, 6000 голды, и все, и ждешь, вот в этом и вся простота этого рынка, да, мэйкс, да, для тех, типа, Вилясик, расскажи, как подняться на рынке, все очень просто, ты понимаешь, что есть скины, которые не дополняются, допустим, мы берем какую-нибудь коллекцию, Скорпион коллекцию мы берем, да, и мы понимаем то, что Скорпион коллекция будет только понижаться, потому что Скорпион коллекция, что у нас покупается, и новые ножи в инвентаре, в игру вообще входят именно с кейсов, и вываливаются на рынок, но если мы берем коллекцию, такую, как, ну, любую, которую нельзя купить, которую нельзя выбить и так далее, конечно же, все это, все эти скины будут только повышаться в цене, вот такая вот, знаешь, урок финансовой грамотности от Вели, не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, не, может быть, конечно, у тебя есть свой план, напиши об этом в комментариях обязательно, вот, и подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы поучаствовать в прокачке инвентаря, у микрофона был Вели, почему же, за просмотр, давайте, будьте умнее, все-таки рынок, это, типа, такая тема, экономика, это все очень и очень интересно, я очень рад, что в игре, в нашей игре Stand of 2, есть такие механики, как экономика, рынок, покупка-продажа, цена и количество товара, это очень интересно, и всем очень большое за просмотр, всем удачи, пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok